Произведение Александра Сергеевича Пушкина «Барышня-крестьянка» читает Павел Беседин. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, утроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околодке. В чем они прикословили ему соседи? Приезжавшие к нему гостить своими семействами собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертуки с сукна домашней работы, сам записывал расход и ничего не читал, кроме сенатских ведомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору обдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать. Но уже в новом роде развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями, у дочери его была мадам-англичанка, поля свои обрабатывал он по английской методике. Но на чужой манер хлеб русский не родится. И несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григория Ивановича не прибавлялись. Он и в деревне находил способ входить в новые долги. Совсем тем почитался человеком неглупым, ибо первый из помещиков в своей губернии догадался заложить имение в опекунский совет. Оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительной чертой его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа, и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжением говорил, Да-с-с, он с лукавою смешкою, у меня не то, что у соседа Григория Ивановича, куда нам по-английски-то разоряться? Были бы мы по-русски хоть сыты. Сии и подобные шутки по усердию соседей доводимы были до сведения Григория Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпимо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего заилы медведем и провинциалом. Таковы были сношения между семи двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить по каме с барином, отпустив усы на всякий случай. Алексей был в самом деле молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир. И если бы он, вместо того, чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались. Но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем о Кулине Петровне Курочкиной в Москве, напротив Алексеевского монастыря в доме Медника Савельева, а вас, покорнейше, прошу доставить письмо сие А.Н.Р. Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни, воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь. Они знания света и жизни черпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключения. Поездка в ближний город полагается эпохою жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главная особенность характера, самобытность, без чего, по мнению Жан Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование, но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. «Сие да будет сказано не в суд и не в осуждение, однако ж, как пишет один историйный комментатор, так есть». Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным. Первым говорил им об утраченных радостях и об увязшей своей юности. Сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума. Но всех более занята была им дочь англомана моего Лиза или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович. Отцы друг к другу не ездили. Она Алексея еще не видала. Между тем, как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственная и следственно балованная дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам Мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и серемила себе брови два раза в год, перечитывала по мэлу, получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки в этой варварской России. За Лизою ходила Настя. Она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня Лиза. Очень любила ее. Открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи словом. Настя была в селе, прилучене лицом гораздо более значительным, нежели любая наперстница по французской трагедии. «Позвольте мне сегодня пойти в гости», сказала однажды Настя, одевая барышню. «Изволь, а куда? В Тугилово, к Берестовым». «Поварова жена у них именинница, и вчера приходила звать нас отобедать». «Вот», сказала Лиза, «господа в ссоре, а слуги друг друга угощают». «А нам какое дело, да господ?» возразила Настя. «К тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бронились еще с молодым Берестовым, а старики пускай себе дерутся, коли им это весело». «Постарайся, Настя, увидит Алексея Берестова. Да расскажи мне хорошенько, каков он с собою и что он за человек». Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась. «Ну, Лизавета Григорьевна, – сказала она, входя в комнату, – видела молодого Берестова. Нагляделась довольна, целый день были вместе. Как это? Расскажи, расскажи по порядку. Извольте-с. Пошли мы-с. Я, Анисия Егоровна, Нинила Дунька. Хорошо, знаю, ну потом, позвольте-с. Расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду, комната полна была народу. Были Колбинские, Захариевские, приказчица с дочерьми, Хлупинские. Ну, а Берестов, погодитесь, вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подля нее, а дочери и надулись. Да мне наплевать на них. Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями. Да как же, вы нетерпимы. Ну вот, вышли мы из стола, а сидели мы часа три. И обед был славный, пирожная была манже, синяя, красная, полосатая. Вот вышли мы из стола и пошли в сад, играть в горелки. А молодой барин тут и явился. Ну что ж, правда ли, что он так хорош с собой? Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку, право. А я так думала, что у него лицо бледное. Что же, каков он тебе показался? Печален, задумчив? Что вы? Да, этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать. С вами в горелки бегать невозможно. Очень возможно. Да, что же еще выдумал он? Поймает и ну целовать. Воля твоя, Настя, ты врешь. Воля ваша. Не вру. Я на силу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился. Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит. Не знаю-с. А на меня так уж слишком смотрел. Да и на Таню, приказчикову дочь, тоже. Да и на Пашу Колбинскую, да грех сказать. Никого не обидел. Такой баловник. Это удивительно. А что в доме про него слышно? Барин, сказывают, прекрасный, такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо, за девушками слишком любит гоняться. Да, по мне это еще не беда. Со временем остепениться. Как бы мне хотелось его видеть, сказала Лиза со вздохом. Да что тут мудреного. Тутиловы от нас недалеко, всего три версты. Пойдите гулять в ту сторону или поезжайте верхом. Вы верно встретите его. Он же всякий день рано поутру ходит с ружьем на охоту. Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре. Так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться. Ах, Настя, знаешь ли что, наряжусь я крестьянкою. И в самом деле. Наденьте толстую рубашку, сарафан, да иступайте смело в Тугилова. Ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает. А по здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя, какая славная выдумка. И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение. На другой же день приступила она к исполнению своего плана. Послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок. С помощью Насти скроила себе рубашку, сарафан. Засадила за шитье всю девичью. И к вечеру все было готово. Лиза примерила обнову и призналась предзеркалом, что никогда еще так мила собой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою. Наподобие глиняных котов. Говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом. И заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее. Она попробовала было пройти по подвору босая. Но дерн колол ее нежные ноги. А песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла. Она сняла мерку с лизаной ноги, сбегала в поле к Трофиму-пастуху и заказала ему пару лаптей. По той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграла рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтинного награждения. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле. Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему, но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи, глухой, перекатанный шум ее приветствовал девушку, веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала, но можно ли с точностью ее определить, о чем думает 17-летняя барышня? Одна, в роще, в шестом часу весеннего утра. Итак, она шла, задумавшись по дороге с обеих сторон высокими деревьями облаченными, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала, в то же время раздался голос. И молодой охотник показался из-за кустарника. — Небось, милая, — сказал он Лизе, — небось, — собака моя не кусается. Лиза успела уже оправиться от испуга и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. — Да нет, барин, — сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой. Боюсь, она, видишь, такая злая, опять кинется. — Алексей? — читатель уже узнал его, между тем пристально глядел на молодую крестьянку. — Я провожу тебя, если ты боишься, — сказал он ей, — ты мне позволишь идти подле тебя? — А кто тебе мешат? — отвечала Лиза. — Вольному воля, а дорога мирская. Откуда ты? — Из Прилучина. Я дочь Василия Кузнеца. Иду по грибы. Лиза несла кузовок на веревочке. — А ты барин? Тугиловский, что ли? — Так точно, — отвечал Алексей. Я коммердинер молодого барина. Алексею хотелось уравнять их отношения, но Лиза поглядела на него и засмеялась. — А, лжешь, — сказала она. — Не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин. — Почему же ты так думаешь? — Да по всему. — Однако ж. Да как же, барина с слугой не распознашь. Я дед-то не так. И баешь иначе. И собаку-то кличешь не по-нашему. Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее, но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. — Если вы хотите, чтобы мы были впредь приятелями, — сказала она с важностью, — то не извольте забываться. — Кто тебя научил этой премудрости? — спросил Алексей, расохотавшись. — Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли, барышни нашей? Вот какими путями распространяется просвещение. Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. — А что думаешь? — сказала она. — Разве я и на барском дворе никогда не бываю? — Небось, всего наслышалась, нагляделась. — Однако, — продолжала она, — болтая с тобою, грибов не наберешь. — Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. — Прощение просим. Лиза хотела удалиться. Алексей удержал ее за руку. — Как тебя зовут, душа моя? — Аквалиной, — отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой. — Да пусти вы, барин, пусти, мне и домой пора. Но, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию Кузнецу. — Что ты? — возразила живостью Лиза. — Ради Христа не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет. Отец мой, Василий Кузнец, прибьет меня до смерти. — Да я непременно хочу с тобою опять видеться. — Ну, я когда-нибудь опять сюда приду за грибами? — Когда же? — Да хоть завтра. — Милая Акулина, рассылал бы тебя, я рассыловал, да не смею. — Так завтра? — В это время? — Не правда ли? — Да, да. — И ты не обманешь меня? — Не обману. — Побожись. — Ну, вот тебе, святая пятница, приду. — Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечала на все вопросы нетерпеливой наперсницы и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов. И мисс Жаксон, уже набеленная и затянутая в рюмочку, нарезала тоненькие тортинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее», — сказал он, — «как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, подчеркнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор окулины с молодым охотником. И совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия. Совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею, на завтрашний день всего более беспокоило сильно. Она совсем решилась не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскать ее в селе. Дочь Василия, то есть кузнеца, настоящую акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощу акулиной. Своей стороны Алексей был в восхищении. Целый день думал только о новой своей знакомке. Ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим сбагаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании. Наконец он увидел мешку старника, мелькнувший синий сарафан, и бросился навстречу милой акулины. Она улыбнулась в восторгу его благодарности, но Алексей-то чаще заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ей казался легкомысленным, что она в нем раскаялась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним, и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии, но мысли и чувства, необыкновенные, в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить акулину от ее намерения, уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады, видаться с нею наедине, хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти, и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово», — сказала она наконец, «что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей святою пятницу, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы», — сказала Лиза, «довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор, пока Лиза сказала ему, «Пора». Они расстались. И Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны. И хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждение невинности. И если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость занятия, разговоры. Но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными. Итак, я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти, и Лиза была неравнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы, настоящим, и мало думали о будущем. Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная. Алексей, как не привязан был к милой своей Акулине, все помнило расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою. А Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной, романтическую надеждою увидеть наконец тугиловского помещика у ног дочери Прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений. В одно ясное, холодное утро из тех, какими богата наша русская осень, Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом. На всякий случай взял с собою пара-три борзых, стременного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазняясь хорошую погодою, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене, подбитом лисием мехом и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из куцтарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то, конечно, он бы поворотил в сторону, но он наехал на Берестово совсем неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, скаковым цепной медведь кланяется господам по приказаниям своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стременной закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласившись себя отличным наездником, отличным, дал ей волю и внутренне доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею незамеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не успел, не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто, опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем, Стременной привел виновную лошадь, держа ее под узды. Он помог Муромскому забраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военно-пленным. Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии теперь доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как взяв с него честное слово на другой же день и с Алексеем Ивановичем приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся казалась, готова была прекратиться от пугливости куц и кобылки. Лиза выбежала навстречу Григорию Ивановичу. «Что это значит, папа?» сказала она с удивлением. «Отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки? Вот и ж не угадаешь!» отвечал ей Григорий Иванович и рассказал все, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите?» сказала она, побледнев. «Берестовы, отец и сын, завтра у нас обедать?» «Нет, папа, как вам угодно, я ни за что не покажусь». «Что ты с ума сошла?» возразил отец. «Давно ли ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романтическая героиня?» «Полно!» «Не дурачься, не надо!» «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовым». Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с нею ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей прогулки. Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и признала, призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в барышне свою акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении, правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное. Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте. Обе обрадовались ей как находки и положили исполнить ее все непременно. На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, все ли намерена она спрятаться от Берестовых. Папа, отвечала Лиза, я приму их, если это вам угодно, только с уговором. Как бы я перед ними не явилась, что б я не сделала, вы бронить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия. Опять какие-нибудь проказы, сказал смеясь Григорий Иванович. Ну, хорошо, хорошо, согласен. Делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья. С этим словом он поцеловал ее в лоб и Лиза побежала приготовляться. В два часа ровно коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми, въехала во двор и покатилась около круга. Старый Белестов взошел на крыльцо с помощью двух лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Белестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана. Он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался. И хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение. Возвратясь в гостиную, они уселись втроем. Старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее и вследствие всего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такой гордой небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы вошла старая мисс Джексон, набеленная, затянутая и прекрасное военное движение Алексеева пропало в Туне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась и на сей раз вошла Лиза. Все встали. Отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы. Лиза, его смуглая Лиза, набелена по уши на сурлюмина пуще самой мисс Джексон. Фальшивые лаконы гораздо светлее собственных ее волос взбиты, как парик Людовика XIV, рукава торчали, как фижмы у мадам Помпадур, талия была перетянута, как буква Х, и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шеи, ушах. Алексей не мог узнать свою акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал, когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается добелил и досурьмы, то в просторе своего сердца признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления, но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке, совсем не до смеха. Она догадалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая по-другому времени всякие объяснения в сторону, притворялась, будто их не замечает. Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы нараспев и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя все это весьма забавным, англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома, ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал. Наконец, наконец, встали из-за стола, гости уехали. И Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. Что тебе вздумалось дурачить их? Спросил он Лизу, а знаешь ли что, белила право тебе пристали. Не вхожу в тайны дамского туалета, на твоем месте я бы стал белиться, разумеется, не слишком, а слегка. Лиза была восхищеннее от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала к Жаксон, чтобы ее утешить, которая на силу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдание. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою. Она не смела просить. Она была уверена, что добрая милая мисс Жаксон простит ее и прочее и прочее. Мисс Жаксон удостоверились, что Лиза не думала поднять ее на смех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности. Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. «Ты был барин вечер у наших господ?» сказала она тотчас Алексею. «Какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль», возразила Лиза. «А почему же?» спросил Алексей. «А потому, что я хотела бы спросить у тебя, правда ли говорят?» «Что же говорят?» «Правда ли говорят, будто бы я на барышню похожа?» «Какой вздор!» «Она перед тобой урод уродом!» «Ах, барин, грех тебе это говорить!» «Барышня наша такая беленькая, такая щеголиха, куда мне с нею равняться?» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень, и чтобы успокоить ее, совсем начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж», сказала она со вздохом, «Хоть барышня может и смешна, все же я перед нею дура безграмотная». «И», сказал Алексей, «есть о чем сокрушаться». «Да, коли хочешь, я-то сейчас выучу тебе грамоте». «Хочешь, выучу». «А за правду», сказала Лиза, «не попытаться ли в самом деле, а волю выучишь?» «Изволь, милая, начнем хоть сейчас». «А не сели». Алексей вынул из кармана карандаш и записной книжку. И Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надевиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать. Сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочна. «Что за чудо?» говорил Алексей. «Да у вас учение идет скорее, чем по системе лангкерской». В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по окладам Наталью боярскую дочь, прерывала чтения замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести. Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма, и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезны. Акулина, видимо, привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался. Между тем, недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорием Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу. Вот по по каким обстоятельствам Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу, что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии, и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов своей стороны хоть и признал в своем соседе некоторое сумасбродство или по его выражению английскую дурь, однако же не отрицал в нем и многих отличных достоинств. Например, редкая оборотливость. Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному. Граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский, так думал Иван Петрович, вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что наконец друг с другом и переговорить, переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение уговорить свою Бетси познакомиться короче, с Алексеем, которого не видала она с самого того обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились, по крайней мере, Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостаивал их своим посещением. «Но», думал Григорий Иванович, «если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси обязательно должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей». Время все сладит. Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал, «Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Или гусарский мундир уже тебе не нравится и не приличает?» «Нет, батюшка», отвечал почтительно Алексей, «Я вижу, что вам не угодно, чтобы я шел в гусары. Мой долг вам повиноваться». «Хорошо», отвечал Иван Петрович, «Вижу, что ты послушный сын. Это мне утешительно. Не хочу и я тебя неволить. Не понуждаю тебя вступить в статскую службу, а пока намерен я тебя женить». «На ком это, батюшка?» спросил изумленный Алексей. «На Лизавете Григорьевне Муромской», отвечал Иван Петрович. «Невеста хоть куда? Не правда ли, батюшка? Я о женить тебе еще не думаю». «Ты не думаешь?» «Как и я за тебя думал и передумал. Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится. После понравится, стерпится, слюбится. Я не чувствую себя способным сделать ее счастье. Не твое горе, ее счастье. Что? Так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро! Как вам угодно. Я не хочу жениться и не женюсь. Ты женися или я тебя прокляну, а имение, как бог свят, продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю, даю тебе три дня на размышления, а покамест не смей на глаза мне казаться». Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то, что по выражению Тараса друга у него и гвоздем не вышибешь. Но Алексей был в батюшку и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал думать, размышлять о пределах власти родительской Олизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и, наконец, об окулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен. Романтическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову. И чем более думал он о всем решительном поступке, тем более находил в нем благоразумие. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал окулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом. Объявлял ей о грозящей им погибели и тут же предлагал ей свою руку. тотчас отнес письмо на почту в дупло и лег спать весьма довольный собою. На другой день Алексей твердым твердый в своем намерении рано утром поехал к Муромскому дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. Дома ли Григорий Иванович спросил он останавливая свою лошадь перед крыльцом? Никак нет отвечал слуга Григорий Иванович с утра изволил выехать. Как досадно подумал Алексей дома ли по крайней мере Лизавета Григорьевна дома и Алексей спрыгнул с лошади отдал поводья в руки лакею и пошел без доклада. Все будет решено думал он подходя к гостиной объясню с нею самую он вошел и остолбенел Лиза нет Акулина милая смуглая Акулина не в сарафане а в белом утреннем платьице сидела перед окном и читала его письмо она так была занята что не слыхала как он и вошел Алексей не мог удержаться от радостного восклицания Лиза вздрогнула подняла голову закричала и хотела убежать он бросился ее удерживать Акулина Акулина Лиза старалась от него освободиться повторяла она отворачиваясь уйди уйди Акулина друг мой Акулина повторял он целуя ее руки мисс Жаксон свидетельница этой сцены не знала что подумать в эту минуту дверь отворилась и Григорий Иванович вошел Ага сказал Муромский да у вас кажется дело совсем уже слажено читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку конец